И начальник полисничества у квартиры был, а он свой дом построил, переселился. В общем, три квартиры там, одну я занимал, и две пустые, и кондора было. И, в общем, только через аукцион. И вот через аукцион продали, и мне сейчас приходится выбираться оттуда. Тоже выселяют? И вот сейчас в баню, там у меня банька была. Когда-то я хотел строить, а потом приватизация началась. Думал, что приватизируют, и хрен зубы. Два с половиной года тянули, там у меня переломали все. Плитулась в очереди, и сейчас вот на зиму надо переселиться. И вот это есть директор? Ну вот, сейчас там плиту отремонтировала, печенья нету. И вот так, вместо бани, как сказать, комната. Сейчас 9 квадратных метров. И летняя кухня, вот так вот, в любом месте. Вот, там сейчас супруга живет. А дочка пока учится в тарку. Вот такая людьми. А здесь строиматериалы, да, добываете, типа? Ну, а здесь у меня супруга работала в медпункте. Здесь медпункт был. Там почта, а здесь медпункт, и там медпункт был. И это когда-то оплатил в город здравоохранение, за песку застройки, за установку. Это, так что, это не город. А вот там поломают. Это, или, например, наружу. Ну, в городе есть свой материал, понятно. Так вы здесь давно уже живете, да? Я живу с 73-го года. Ну, как приехал в Лесничестве. Я сам в Сибири очень. Как говорят, сибирские столицы. А вы не слышали, что Министерство обороны сейчас хочет эту землю, как бы, под полигон использовать? Был разговор, да. Сказали, что людей, которые здесь живут, будут давать возможность приватизировать жилье или переселить? Ну, это в поселке кто живет. А какие новости не слышали больше ничего про это? Какие-то решения не слышали? Что-то разговор идет, что вот некоторые уже получили деньги и купили в села Мяй квартиры. Кто горлазкие больше. А нарвские привозят это уже несколько лет сюда. И до сих пор еще привозят, да? Ну, вот сейчас не знаю, но несколько раз я сам с двумя мужчинами разговаривал. Сейчас давно я не видел, у меня с ногами плохо кровь не поступает. Видите, 45-й размер. Я на инвалидности 80% как метрогоспособности сейчас. Так, у меня 61 год еще. Сейчас возраст не подошел до инвалидности, получается. Так, их привозили, у них что-то задолжены, сигнарии были. И их оттуда с квартир, значит, убирали. Квартиры вроде как на продажу их не шли. А их что, под открытым небом их и не выбрасывать, их привозили сюда. И, по-моему, вот эти четырехотажные дома, вот туда, там они. Он горел один. Мужин и старел. Инвалид тот был. Керитер, ян. И тот сгорел прям. А чего он сгорел? То ли, не знаю, курил он или не курил. Здравствуйте. Вот эти сколько-то я никого поселяли, а с набой вон в том подъезде. В первом, да? Да. Шестая квартира, вторая и шестая квартира. А кто там жил? И все? Тут же говорят, много выселяли. Да поумирали. Во второй квартире там живет Рома и Дима. Вот. В шестой квартире живет, как вот, Игорь. Но я фамилии их не знаю. Ну ничего страшного, просто поинтересоваться. Они бомжатничают, они не прописаны. Я завтра поеду в полицию, я напишу заявление о его поселении. Во-первых, они пьяные каждый день. Без света, без ничего. Ну это что, жизнь? А они неофициально, да? Конечно. Они же ни копейки не получают. На что они живут, поедутся. У нас есть, кто платит, у тех есть. А им с чего платить, если они вообще не работают? Они ни копейки не получают. На что они живут, я вообще поеду. А говорили, что суд женщины здесь не какой-то тоже выселяет. Не хватит. Варь. Она не увезет, она просто детей добрает. Но они прописаны, забрали. Себе продавцы ездят. Себе их полки. 18 партий еще. Они не выселены, у них только детей забрали. В общем, получается, с Наровой здесь как бы 2-3 человека, да? 3-3 человека с Наровой. Дима и Маджахет. Маджахет. Наровой здесь нет, только Нарвей нет, только Нарские. Понятно. Нарова здесь нет, только Нарова здесь нет. Продолжение следует...